папа бипа папа папам пум всем привет с вами аван грешник срочное срочное включение вот там внизу вот вот там в жесткой операции где по 30 тысяч надо экипировку иметь нашел нашел теплак нашел теплак на 280 тысяч пиздец надо зону эвакуации бежать батарейка практически на 0 14 процентов я просто играл и я копил как копил короче говоря коины чтобы делать опять видеоролик самые дорогие заходы но когда покупаешь дорогую экипировку и в качестве развлекательных целей идешь в миссию а здесь такой прикол кстати очень неплохо лутать я вам хочу сказать а опа опа сюрпризик был 5 секунд назад обычно здесь никого нет тем более здесь союзник это хорошо быстренько зачистим сейчас патрыши сберем конечно жадничать не стоит не стоит здесь шарахаться и патрыши собирать но ну инвентарь же не полный тем более это по пути тем более это быстро так соточка за выстрел и граната м67 очень неплохая награда так патрыши обязательно лутая могут выпасть патрыши по 400 по 500 пол стака это уже не хреновая сумма не ну не в этом случае конечно не повезло ну и гранатки всегда нужны всегда важны поэтому лутаю здесь на постоянно по ну вот по 437 сами понимаете какой вкус да какая дороговизна слышу аэродроп летит но мы его игнорируем тут такой ранг что не до аэродропа да если кто накинется то здравствуйте не лутает почему-то ящики с патрышами и ящики с гранатками берет только оружку почему так не знаю видимо брезгует патрышами ему нужен только weapon хочу вам сказать что какие-то детали а ну порох 3000 какие-то детали для оружия там по три по две тысячи я понимаю могу там брать или винтовку или что-то в этом духе нижняя планочка но нам не женат по тысячи по прицела да и по три по четыре тысячи по 5 тысяч по 10 тысяч винтовки крицы все вот в этом духе можно брать он вон пошел все он забирает там да там бокс с патрышами может быть вот здесь есть еще одна коробочка есть короче говоря еще вариант тут сейф открывать пикующий но он долго пикает а он уже здесь облутал все ладно хорошо уходим тогда не будем к сейфу даже подходить не слышал я то что сейф пипикал думаю забрали все равно опасно очень опасный выход причем и ой там еще и airdrop какой пиздец ну у меня есть кстати ключ от лодки на 50 секунд но я бы не сказал что станет легче легче от того что я туда пойду то есть airdrop выход главный там мост будут явно пасти мне кажется выйти будет очень сложно очень трудоемкий процесс можно конечно подождать до самого конца вот уже уже 37 патрон по 400 и теплак на 280 вот этот заход будет самым дорогим на мне снаряга там не сильно дорогая я беру с собой вот с кс очку модернизирую ее на два прицела один на даль другой на ближе без сменных магазинов так просто проще работать глушак естественно чтобы все было тихо но в обычном беру броню тройку но тут вот выпала недавно с рейда 6b23 вот она очень сильная починил ну и базовый шлем с каким-нибудь экраном чтобы хоть что-то первую плюшку чтоб танкануть ну вот еще патрыш по 200 рубасов выпали и магазин на скс тоже выпал короче повезло теперь главное это везение донести мне кажется этот видос зайдет я прям фуловую катку как бы потно же жестко нашел нереальный лут надо как-то его выносить вот это будет отдельное видео про одну каточку почему бы и нет считаю выглядит неплохо тоже дорого тоже очень богато 280 тысяч в кармане что же вы хотите тем более не самая идеальная экипировка здесь уже на полных на серьезных щах гонять с тепловизорами я причем не шучу мне в одну из команд попался тиммейт у которого на шлеме был теплак за 800 тысяч и вот он просто в снайпера играл с горы выносил всех просто всех нещадно ну и конечно же экипировка дорогая поэтому игроки максимально стараются засесть где угодно как угодно главное чтобы их не заметили вообще тут не пройти мне это под поверху по опасному склону можно конечно выйти как бы с горы смотреть вниз все дела она удобно но вопрос имеется три моста я конечно не пойду через дамбу а через эстакаду так тем более не пойду лучше через маленький безымянный мост просто там палят более менее часто особенно дамбы это бот или игрок а ты бот минус красота правда очень-очень удобная скачка я вам хочу сказать с ней приятно бегать и приятно работать она тихая достаточно мощная но конечно в дом ты с такой махиной не зайдешь от союзник ладно я-то уж подумал капец у аирдоп причем 50 секунд по моему на лодке до вся минута минута на лодке надо куда отмечено место что ты хочешь а ты хочешь в очистную станцию ну да прикольно мне уже в принципе только эвакуироваться мне не нужно ничего подбирать хотя было бы идеально еще бы патрушев залутать но вышло бы 1200 еще сверху с воздуха сбрать еще один подарочек кажется какой-то сюрприз а еще улы сзади причем смотри-ка ну можно подобрать между прочим если станции станции канатной дороги никого нет мне подсказывает что есть мне подсказывать что есть на самое естественно часто посещаем это северный горный курорт северном горном курорте вообще всегда кто то есть постоянно там просто самый богатый дом там и гранатки и патриши и много ящиков с оружками там был просто просто огромное количество лута ну и тем более у меня он ключи валяется этих комнат я уже пона открывал тем более там верхняя комната с сейфом есть сэйфе столько лута интересного там по 20 по 30 тысяч пизда ты что делаешь я-то уж прихуел немножко он так красиво кинул магазинчик что я подумал все здравствуйте но это ничего хорошего конечно не означает еще 10 тысяч карман упала смотри-ка а если на рыночек то где-то около 17 тысяч по моему вроде как кто-то стреляет магазин в инвентарь этот камня подберу все разумеется ну все что могу вряд ли я буду долутываться первый раз такой дорогой лут по моему не упадает на 280 нет подожди у меня было покруче но там было знаешь в плане оружка оружка с противника выпало и все ну целую минуту валяться под лодкой это конечно дело не веселая не важен результат чтобы не было в этой катке я все равно выложу это победа или нет можно было бы рискнуть но в такой снаряги да и без автоматики хотя вот уже у меня есть какая-то немножко пп-шечка на 9 миллиметров давай зажег лодочку лег лежу мне кажется я выиграл да там есть грудь ну в целом могут заметить час давай я приправлю эту историю дымами чтобы я сразу заметили 700 километров и рванули рванули уничтожать с кс кстати еще и очень дешевая то есть вот вот таковую с кс чку собрать ну стоит по он около чё-то 10 или 13 тысяч ну то есть полностью купить сделать у оружейника тоже удобство тоже класс дешевизна означает если меня и сливанут то я особо ничего не потеряю просто песня сейчас под одну секунду влетает граната и нет не влетает идеальный ряд 342 1843 мы вынесли а ну это с учетом нашей снаряги разумеется давайте посмотрим за сколько купят данный прицел на рынке ну наверное 1300 ну плюс-минус я думаю будет хотя вряд ли особо оценки наценки то большой нету катка очень быстрая бодрая очень сильно повезло с лутом так вы наконец-то совершили рейда 300000 более нет все-таки это рекорд знаете в чем прикол тогда когда я выносил лут получается он был не добытый с локации он был добыт с поверженного противника вот в чем фишка ну вектор десятка так в магазинчик дай поиск в магазинчик что-то 16 15000 ну 17 до 17000 хорошо прицельчик чё почём 359 тысяч девятьсот двадцать шесть охренеть кто-то скажет ну не продавай но я не особо хороший снайпер если ох нихуя у меня двух нету двух вроде как о да неплохо вот это конечно подарок я вам хочу сказать а то есть у нее еще и цена фиксированная мне кажется что проще покупать теплак на 800000 на шлем так обзор выше и от третьего лица но не отреть но вы понимаете даже шире обзор в прицеле же не все так гладко не все так хорошо я думаю откажусь и от этой затеи и продам конечно его за 359 тысяч так что какой купить какой купить я по она у меня пока лот очень большой на аукционе кстати для будущего видеоролика сделал вот такую пушечку и мушечку со щитом в руках рпк 16 красота да и только только посмотрите на это 70000 стоит одна пушка я уже не буду брать 2 я хочу хоть как-то эффективно проводить рейд так что я думаю что мы будем брать с вами пушку ну в дорогом режиме она покупать хорошие шикарные доспехи и просто с одной пушкой идти в бой более-менее универсально у него двойной прицел ближний дальник это пулемет а мне интересен щит и выживаемость данном случае касаемо патриши 37 почки с почем по 400 а на аукционе сколько 16000 вот с такого коробка патриши ну понимаете да одно дело подбирать деталь за две-три тысячи и лутать сейф а другое дело лутать патронники которых так-то вообще-то много на этой локации заход ты плачь 5000 и снаряга у тебя должна быть на тридцатку то есть если аккуратно осторожно лутаться то все более-менее ок да не часто падают такие патриши бывает и повезет можно по два вылутать например прошлый год еще пожалуйста по 200 вытащил когда как когда повезет то есть семнашка пистолет то что даже можете снарягу вытаскивать если получится зайти в город там вообще сказка но в городе прям жесткая заруба страшнейшая невероятная туда идти только в полном обмунтировании ну либо с хорошей командой потому что если идешь в составе команде в город там просто-напросто очень сложные игроки играющие сидящие по комнатам и пробивать их только гранатами выводить все в таком духе короче говоря там все веселье там весь махач ну а давайте выставляем на продажу естественно 287 нет нет с чего ты взял какие а предложение бога понятно хорошо так 386 тысяч это самые большие предложения да но я выставлю давайте знаете за 347 тысяч нет это по низу рынка хотя да давай по низу рынка почему бы нет типа ниже 363 тысяч а мне показали самая дорогая самая дорогая 386 тысяч а 363 тысячи это 68 предложений то есть настолько сильно мне повезло давайте 343 тысячи продаться так продать увеличите максимум предложить ты прикалываешься ты прикалываешься скажи мне почему-то прикалываешься и не понимаю почему ты прикалываешься убрать карабин да ладно понял хорошо хорошо понял потом продам даже если что вдруг это все равно 240 тысяч вот так вот побит рекорд напишу в названии видоса что 350 с рейда вынес что-то в этом подписывайтесь на канал с вами был я ван грешник всем хорошего настроения по ссылке в описании дискорд сервер и поддержка канала всем пока